вот сейчас слышу нормально пока надеюсь еще какое-то время конечно же не первый раз такие проблемы но это еще не совершенство наших эти медиа систем пока они тоже совершенствуются потихонечку но думаю в дальнейшем это не будет вот в общем еще узнать на тему вот это около 9 чем интересный штук во первых это одновременно как бы площадка для размещения проектов сайт там это мне опять это валера на меня выходит по скайпу но я вам сейчас скажу что я пока занят ну если он хочет присоединиться пусть присоединяется но я думаю ему не интересно он сказал что ему это не интересно значит сейчас где он еще ладно бокс просто потом я ему перезвоню так вот это кладите он предоставляет виртуальную машину на которой установлен линукс вот и дает скажем так вот этот вот пульт к управлению космическим кораблем то есть такой вот интерфейс для полностью полного управления этой машины вот принципе она делится всего лишь на там ну если не считать всякие дополнительные вещи на тему совместного редактирования и вот здесь всего три основных части собственно редактирование самого файла да то есть исходный код например вот этого конкретного файлика который слева ты сейчас выделю цепи который через и собственно на дерево файловой системы то здесь можно файлики создавлять создавать там папки редактировать ну и так далее то есть в принципе обычный проводник грубо говоря только в виде дерева вот ну и собственно вот здесь две консоли есть одна консоль отвечает за то что то в данный момент список обращений извне из интернета к этой машине интернолю кто тут да кто есть сейчас я успею и должно а какие вот возможности вот это древо который вот слева находится там чего может до бесконечности ты думаешь она так на всю землю может каждый опираться начинает от земли или здесь придется как-то нет здесь ограничение чисто на жестком диске да то есть вот на виртуальной машине есть у нас 1 гигабайт до тех пор пока этого гигабайта нам хватает мы можем с этими файлами делать все что хотим ограничение только по жестким дискам да здесь да если нам то есть вот бесплатно 1 гигабайт если нам надо больше то естественно это денег стоит на этом они собственно и зарабатывают что людям не хватает обычно то есть если своя серверная система допустим внутри какой-то корпорации да она просто-напросто докупает жесткие диски да по мере расширения там кооперативов подключений какие-то конечно да парацию и все иначе и пусть мне в принципе нет мы в принципе можем да как бы вот клаудеятельной так пользуется там ну допустим вот какая-то главная корпорация да она вот это вот развивает внутри себя да потом к ней присоединяется там несколько оператив как вот говорил валерий да ну да колхозов да у каждого колхоза устанавливается на поиски у него у него и он 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 оно Продолжение следует... 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 Понятно. Как-то так. В процессе предыдущего моего исследования я попытался сделать вот что из этих двух списков сделать некий отдельный объект. Вот. Выглядело это примерно вот так. Сейчас я скопирую. Так, просто я делал некоторые изменения. Пытался понять, почему-то не работает. Но теперь я знаю, почему-то не работает. А объект для чего-то делал, чтобы потом отдельные... ...сразу за целый вечер. ...дождать, пока оно отвиснет. А сейчас? Ну, сейчас вот я вижу, как бы у меня процессор... Сейчас всё вроде нормально. Сейчас процессор на 100% загружен, то есть... Сейчас вот я пережду, пока он там думает. Не знаю, почему это происходит. Ну, сейчас вот голос хорошо тебя слышен. Сейчас пока периодически хрип появляется. Так. Ну, тебя, конечно, Михаил, слышно всегда хорошо. То есть в этом плане... Странно работает. Так. Ну, понятно. То есть ты берёшь эти объекты, упаковываешь их в один объект, то есть как бы их минимализируешь, да? Ну да, вот, в общем, я их упаковал, да? Так. Сейчас это просто называется... ...дефолт чейн, или цепочка по умолчанию есть по-русски. То есть просто некий образец. Так. И надо теперь... Сейчас я найду то место, где оно использовалось. Туда это дело вставлю. Так. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Получается, что его... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы превращаем этот объект в строку, то есть в виде текста его в JSON превращаем. Ну, собственно, выглядит это как раз примерно вот эта часть и есть, собственно, JSON. То есть это то, как именно синтаксически записывается объект. А вот эта вот часть, то есть var-default-chain равно, это уже, собственно, непосредственно конструкция языка программирования, которая гласит, что мы создали... Продолжение следует... Я хочу попробовать... Смотреть... Смотрите... Смотрите... Можно подвести мышку, свернуть вот эти все скобочки, и можно видеть, как бы, на одном уровне... На один уровень абстракции, если спустится в объект, да, то мы сразу видим, вот у него есть два свойства, Собственно, элементы и связи, вот. А внутри, вот, квадратные скобочки обозначают коллекцию, то есть массив или последовательность. Вот. Здесь уже, вот, собственно, сами элементы. И здесь то же самое, вот, квадратные скобочки, и разворачивается объект. Вот это все можно сворачивать, кстати, удобно. Странно, почему я раньше не замечал. Что мне надо делать? Так, ладно. Надо проверять. Продолжение следует... Ну, хорошо, все, тогда сейчас ВО как раз отъяснил. Кладку посмотрим. Так, вот, что у нас тут происходит. Ничего не сломалось. Вот, теперь мы, чтобы совсем удостовериться, что это то же самое, вот, здесь еще в самом браузере есть тоже целая лаборатория по разработке. Вот, и здесь можно найти этот же самый фрагмент исходного кода, увидеть, что здесь действительно объект. Вот, что самое интересное, здесь можно еще поставить точку, где попросить его остановиться. Вот, и вот он остановился здесь, и он как раз показывает, что вот у нас есть объект chaincopy, у него есть, соответственно, все элементы, то есть копия успешно сделалась, и она дальше передается куда нужно, и оно, в общем-то, визуализируется. Ну да, я думаю, на этом пока все, потому что... Ну да, ну хорошо. Там все-таки какой-то шипень. Может, у тебя микрофон все-таки тоже подбарахлюет? Вот, наверное, сейчас лучше. Вот сейчас лучше. Ну да, все отвисно. А ты с Гарановым системой не сталкивался? С кем? Николай Гаранов. Вот он тоже свою систему лептонный парус, то есть учетный, контрольный развивал. Но дело в том, что он не профессиональный программист. У него как бы система сделана, но не очень хорошая. Ну, я его первый раз слышу, но если можно его пригласить как-нибудь в Skype, то я бы с радостью с ним пообсуждал. Ну, хотя бы послушал, что он делал. И если у нас получится это как-то взаимосовместить, может быть, мы что-то вместе начнем делать. Ну да, хорошо бы было. Ну, тогда давай где-то договоримся, может быть. Завтра я работаю на сутках. Где-нибудь в пятницу, может быть, где-то. Или в субботу, там, как удобно. Хорошо, в любое время, в принципе. Так, где-то, хотя-то на часочек пять так выйдем. Но я с ним попробую переговорить, может быть. Тоже свою систему. Вот. То есть у него система неплохая, но ему нужно как бы в программировании доработать ее. То есть он как бы сам мучился, мучился. Но он работал в этом. Как же называется-то? Забыл. Мне сейчас не бесили, а как еще. Еще какие программы-то есть популярные-то? Там что-то плюс было какое-то. Не помню название у него. По созданию кодов. Не Borland? А вот Borland, да. Borland плюс. Ну, понятно. В этой работе. Достаточно старенькая штука. Но он работал уже лет, наверное, шесть или семь назад создал. Первый вариант еще на старых компьютерах. Потом ему пришлось ее переделывать под... Ну, когда Windows уже пошли, вот это, там, 98-90. А он под 93 еще делал. Ну, в принципе, для него особо-то ничего не поменялось, потому что JavaScript очень похож на C++. В том плане, что здесь тоже есть объекты. Здесь ничего указать или нет. Но зато не нужно заботиться об управлении памяти. То есть, как бы, здесь ответственность с разработчика сняли. То есть, по сути, стало проще. Ну, у него там как... На какой системе у него? То есть, там система взаимоучета. Вот, допустим, команда работает по какому-то продукту, и там учитывает склад каждого в общее дело. А потом, когда уже на выходе, вот как ты говоришь, уже продукт произвели, и его выводят, ну, на продажу уже обменялись, то каждый человек уже получает согласно вот вкладу или затрате, там, и инвестирование в этот общий проект. То есть, как бы, вот такая вот система заранее. Ну, это надо уже там, как... У него целая философия этой системы. То есть, как раз упоминать. Чем больше человек вкладывает в систему, тем больше система возвращает ему или продуктом, или чем-то другим. Вот такая идея у него там. Чтобы заинтересовать людей, как бы, работать на общее дело. Чтобы это не просто так вот проходило, ну, как социалистический принцип. Чем больше ты даешь, он там принцип дерева положил туда. Чем больше какая-то веточка дает дереву, тем больше дерево соку дает этой веточке. Значит, она плодоносит и приносит. А та, которая ничего не дает, та засыхает, и, ну, как паразитив. И все, и дерево перестает ее снабжать энергией. Вот он в эту программу свою такую систему пытался заложить. То есть, как бы, глубокий философский смысл. Ну, это очень интересно. И если он, грубо говоря, идею не бросил, можно попробовать ее освежить и... Нет, мы наоборот хотим с ним, вот сейчас я попозже, наоборот ее как бы вот, как бы, рассвежить и распространить ее. Вот, я, кстати, ссылку скину. Вот она открывается. Сейчас. Да, открылась. Реализовать и редактировать через это, да? Да, да, да. Вот это вот как раз проект, который позволяет управлять непосредственно задачами. Вот я сейчас там для этого проектика, для эксперимента одну завел. Вот я сейчас я даже нажму начать. Там что-нибудь поменялось? Нет. Сейчас, обожди минутку. Алло. Алло. Вот сейчас что-нибудь обновилось на странице? Нет, здесь как вот было, они пустые почему-то, серенькие у меня. Ну, там одна задача всего. Ну, там что-то ND. А если обновить страницу? Так, подожди, сейчас попробую. F5, да? Сейчас она обновится. Вроде ничего не изменился, что-то. Не заметил, что что-то изменилось. А что тут должно-то? Реализовать, редактировать через одно окно. А первое окно там что-то. NEV0, да? Я то и смотрю. Ну, да, вот я сейчас просто сделал, чтобы у вас задача в качестве просто новой идеи, да? И я ее переместил в процессе. То есть она теперь в разработке.